Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Меня, конечно, уже подписчики спрашивают, куда я пропала, не выкладывая видео. Ну, просто сейчас такая летняя суета, находятся каждый день какие-то дела, и поэтому на видео остается, конечно, все меньше и меньше времени. И вот сегодня я хочу снять такой небольшой как бы обзорчик моей летней веранды. Рассказать, какие у меня здесь растения, что у меня нового, и в конце покажу своего нового жителя, обитателя моей оранжереи. Так что смотрите видео до конца, будет интересно. Ну, начну с моего диванчика. Диванчик у меня и как подставочка для цветов. Очень удобная у него спинка. И здесь у меня находится абутилон. Их тут несколько. Ну, вот начну с этого своего красавца. Солнечного абутилона. Я уже говорила, что абутилоны цветут вообще круглый год. Они могут цвести без отдыха, если им достаточно солнца. Цветок неприхотливый. Поливаю по мере пересыхания верхнего слоя грунта. Это в летний период. А зимой полив такой более умеренный. Ну, все зависит от того, как пересыхает грунт. Горшочки. Здесь у меня абутилон. Я его формирую вот таким на штамбе. Ну, конечно, по моим наблюдениям, утолщается стебель, конечно, очень долго. И макушечка, ну, он такой как бы распушился. Ну, хотелось бы, конечно, более пушистый. Ну, пока что вот такой. Я ему прищипываю. Но он у меня все равно цветет. Ну, здесь солнце такое яркое, поэтому листья, кончики, конечно же, сохнут. Растение предпочитает, конечно, более влажный воздух. Ну, здесь у меня находятся горшочки из бугенвилии и из диплодении. Это желтая моя диплодения. Ну, у нее так периодически появляются цветочки. Вот, видите, не раскрывшиеся. Бутонов много. Но она однодневка, то есть, вот цветочек всего день держится и все и закрывается. В общем, диплодении у меня в этом году наращивают зеленую массу, я могу сказать. Ну, белое диплодение цветет. Вот, такие цветы прям огромные, могу сказать. Классно смотрится вообще. Здесь, в общем, у нее цветочков очень много было. Видите? Красота. Прям белый-белый цвет. Здесь тоже утром падает солнышко на мои растения, на все, которые здесь находятся, на летней веранде. Восточная сторона. Ну, растениям это нравится. Диплодении поливаю в летнее время тоже по мере пересыхания верхнего слоя почвы. Ну, это тоже красавчик, а бутилон ванильный, посмотрите. Весь-весь-весь. Просто какой-то букет такой стоит. Красиво, конечно. И здесь тоже у меня еще желтый. Это я отсадила, чтобы были дубликаты. На всякий случай, уж нравятся они мне очень. Здесь я поставила такую деревянную полочку. И, как вы видите, отдышим. Просто у нас слегка похолодало. Холодный ветер. Так, вроде бы, тепло, но ветер. И поэтому они у меня переехали сюда, на веранду. А так они у меня стоят на улице днем. На ночь только заношу. А на улице, когда тепло, там где-то от 25, они у меня находятся на улице. Такие вот дэши. А дэши у меня и цвести собираются. Разбираются, посмотрите. Бутона сколько много. Видите? Этот тоже очень хорошо цвел. А сейчас вот у него опять бутончики появляются везде. И мой большой аденниум. Тоже у него, посмотрите, он вроде как лысик, да? Но у него столько много бутонов. Когда распустится, конечно, будет классно. Обязательно покажу его цветение. Ну и здесь у меня на полочке, здесь у меня орхидея стоит. Вот такая бегония у меня появилась. Тоже из маленького отросточка я ее вырастила. Такая пушистенькая стоит. Ну, листочки красивые. Это обычный сорт. Здесь у меня тоже маленькая руселья растет. Ну, это декабрист, если его. Тоже маленький. И здесь тоже бугенвилия. Ну, где-то кто-то начинает цвести. В основном цветущие у меня стоят на окне в доме. А эти вот начинают вроде цвести. И вот такая вот гроздь. Как заходишь домой. Такая красота тут. Висит ветка. Красиво, конечно, смотрится. Она вообще красная. Просто на видео как-то... Ну, где-то она красная, в принципе, и есть. Красоточка моя. Здесь у меня у водопада тоже бугенвилия вот такая вот стоит. Такие, как припудренные розовые прицветники. Ну, бугенвилия, конечно, это моя, наверное, любимая лиана. Мне она очень нравится. Еще и варегатные сорта бугенвилия тоже очень так эффектно смотрится, даже если не цветут. Здесь у меня тоже бугенвилия. Ну, это сразу видно сорт Вера Вайт. Она прям цветет вот такими вот шапками. Красиво смотрится. Ну, это мой водопадик. И здесь вот малышня стоит. Адышки. Здесь у меня из косточки тамарин вот такой уже вырос. У меня в доме там уже большой стоит. А это вот я посадила из косточки вот такой вырос. Два вместе посадила. И вот они у меня растут. И там поставила клеродендрум. Ой, клеродендрум Томпсон. Она у меня цветет. Вот здесь вот маленький череночек. И здесь вот так на ветку поместила филадендрум Кобра. Источки, конечно, у него красивые. Вот такую ветку он выпустил. Тоже стоит у водопадика. И там тоже бугенвилля цветет. Ну, красота в общем. Это мой кеша здесь у водопада. Разговаривает. Это у меня клеродендрум у гонгийски тоже цветет. Ну, против окна. Ну, вот видно же. Такие милые цветочки. Веселенькие. Ну, и здесь бугенвилля тоже зацветает. Веточка. В общем, все хорошо. Растения все, в принципе, себя хорошо чувствуют. Я вышла на улицу. И вот с улицы хочу показать. Смотрите, как красиво. Прям такой красный-красный цвет бугенвилля. Вообще красота просто. Ну, это уже на улице у меня на крыльце стоит бугенвилля. Вот это моя огромная, которая после стрижки. Вот такая пушистая. И набирает уже цветные прицветники. Я уже вижу там маленькие совсем. Тоже, когда зацветет, я обязательно покажу. Ну, здесь у меня большая диплодения моя красная. Я ее, кстати, пересадила в более такой просторный горшок. И руселия. Ну, руселия тоже, смотрю, скоро уже появятся на ней такие коралловые цветочки. Скоро она зацветет. В этом году она что-то у меня как-то припозднилась с цветением. Не знаю почему. Хотя май у нас жаркий был. Ну, и диплодения я ей просто усы пообстригал. Она у меня вот стоит. Конечно, появляются цветочки. Здесь вот цветочек у нее. Ну, так. Она в этом году у меня как-то вот не особо обильно цветет. А вот на столе стоит у меня бугенвилля, сорт глабра. Вот все глабры у меня как-то в этом году не цветут. А вот это вот у меня прям вообще молодец. Это вот с ранней весны она цветет и цветет. И у нее появляются еще новые прицветники. Вообще красота. Такой цвет яркий еще. Вырастила вот такой вот кустик лаванды. И она у меня тоже вся-вся-вся в цвету. И такой аромат, особенно когда ее вот так вот сделаешь. Ой, вообще мне очень нравится, как пахнет лаванда. Такой аромат прям вообще. И здесь у меня весь цветут рахилосперму. Ему, конечно, на улице очень нравится. Такой вот аромат тоже такой стоит. Особенно когда на солнышке нагреется, прям вот чувствуется аромат. Жасмина. Ну, здесь мои орхидеи стоят. Вымахали, так я могу сказать. И с ними стоит плембага. Ну, плембага тоже цветет. Тоже очень нежные такие цветочки. Ну, и, конечно же, раз на улице покажу петуни. Смотрите, разрастаются. Уже у сиреневой вообще кашпо не видно. Прям опускается все. Очень красиво смотрится, нарядно. В общем, вот такой уголок у меня здесь получился для отдыха. Утром люблю здесь пить кофе. Рядом здесь мандарин стоит. Это у меня африканское тюльпановое дерево. Стоят они у меня на улице уже давно. И им нравится. Такие листья уже вообще большие. Вырастила сама из семян. Есть видео на канале. Если вдруг кому-то интересно. Летом, конечно, хорошо. Такая красота. А сейчас пойдемте в дом. Покажу вам своего нового жильца. Ну, вот зашли теперь в дом. И сейчас... Ну, здесь у меня вообще джунгли, конечно, как вы видите. Меденила все еще цветет. Она еще не думает оцветать. И вот здесь у меня тоже новый жилец. Вот такой вот кенор. С характером птичка, скажу вам. Я, конечно, хотела певчево. Кушает яблочко. Вот такой беленький весь. Красивенький. Назвали его Кацо. Такой вот красавчик. Ну, сейчас я попрошу, конечно, его спеть. Вот так мы поем. Очень много знает песен. Разных. Молодец, Кацо. Молодец, моя птичка. Молодец. Ну, вот такое видео получилось. Здесь вот вышел зам директора еще. Ну, конечно, этот молодой кенор. Тому-то уже где-то года полтора. Год и восемь. А этому еще полгодика. Ему, конечно, еще нужно учиться пить. Ну, учитель есть. Думаю, что научимся. Кошки, кстати, уже вообще спокойно относятся. В Бали у меня прям засыпает хорошо. Когда Кацо поет. Подписывайтесь на мой канал обязательно. Ставьте лайки, не забывайте. Пишите комментарии. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok